Исполнение планов развития центров экономического роста обсудили в ходе очередного заседания Президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Возглавил встречу полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев. Уже в самом начале он отметил, что далеко не все регионы идут согласно заявленным планам и предупредил глав о недопустимости подобного. Я, честно говоря, коллеги попрошу сейчас доложить. И мы должны быть уверены, что все планы будут выполнены до конца года. Если нет, мы просто будем деньги у вас забирать. Я об этом предупреждал. Это не новая история. Между тем, Еврейскую автономную область Юрий Трутнев привел в пример как регион, который эффективно справился с поставленными задачами. По программе развития центров экономического роста в ЕАО проведена работа по модернизации ряда медицинских учреждений, развитию первичного звена здравоохранения. Уже построено и запланировано возведение ряда новых фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме того, продолжается работа по благоустройству территорий, в том числе по программе «Тысяча дворов». Ремонтируются социальные объекты. Также в рамках единой субсидии планируется закупить для медучреждений автономии три рентгенаппарата и пять автобусов для Бербиджана. В областном центре обновят систему уличного освещения. Мы рассматривали планы, скажем, такого достаточно серьезного изменения освещенности Бербиджана и Ечеты. Там будут реализовываться проекты. Практически в два раза эти города станут светлее в темный период времени. Всего на реализацию 11 планов регионов Дальнего Востока в период с 2018 по 2023 год выделено почти 123 миллиарда рублей. Уже построено 577 объектов. Андрей Кирюшин, Новости 21.